Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим микроматч, сыгранный двумя топовыми гроссмейстерами по русским шашкам. Андреем Валюком и Дмитрием Цинманом. Данный микроматч был сыгран в 2019 году в полуфинале чемпионата мира по молниеносной игре в русские шашки среди мужчин. Соперником выпала следующая жеребьевка дебюта летающая шашка. Белая h2 летит на f4, черная e7 летит на h2. Ну сильнейшее продолжение в этой позиции за белых это fe5. Кроме того есть продолжение gh4, но после fe5 оно ведет все-таки к преимуществу черных, к их длительной инициативной игре. Ну еще возможен ход ab4, тоже неплохой ход. Не буду заострять ваше внимание, лучше запишу отдельное видео по этому непростому дебюту. Но в партии было сыграно fe5. Черные могут, кстати, и одну шашку побить, но это ведет к упрощению игры. Поэтому Дмитрий Цинман побил в эту сторону. Сюда бить нельзя, иначе белые останутся без шашки. Я как-то в супер-блице на гамблере по минутке побил так и остался без шашки. Так что не рекомендую так экспериментировать. Естественно, бить на e5. Черные бьют на d4. Ну и в этой позиции двойной размен ведет к преимуществу черных. То есть они будут окружать позицию белых. Лучше всего побить на e5. В этой позиции возможны два интересных продолжения. Fe7 и hg5. Дмитрий Цинман в первой партии он играл черными, Андрей белыми. Он сыграл hg5. Обе стороны развивают свои сильные левые фланги. gx4, да, b2, fe7, ef4, gx6, cb4, hg7, bc3. В этой позиции Дмитрий разменялся назад. И белые должны определиться. В этой позиции ходы b5, как сыграл Андрей Валюк. Неудачный ход. Он привел к тому, что белые в итоге могли проиграть партию. Ну и проиграли в итоге, да. Ход fg3 также плох в этой позиции. Потому что черные играют ef6. Грозят выиграть шашку. Надо играть gx4. Ну и после be5 у черных также серьезное преимущество. Поэтому в этой позиции надо было играть fe5. Теперь черные могли напасть. Ну и у белых было два продолжения ведущих ничей. Первое упрощающее продолжение cb2. bc5. Поменялись. Поменялись. gf2. Ну и после хода de7 белые отыграют шашку. И партия закончится ничьей. Кроме того, в этой позиции, кроме хода cb2, белые могли сыграть b5. И затем разменяться. Вот таким образом. В этой позиции возможны два продолжения. bc5 и de7. Давайте рассмотрим de7. После de7 белые играют cd4. И после ed6 белые играют ab4. И размениваются. То есть пожертвовали шашку. Но за счет того, что фланг черных, видите, связан. Правый фланг. Шашки стоят неудачно. Партия заканчивается ничьей. То есть лучше всего разменяться вот таким образом. Ну и партия быстро закончится ничьей. Если же черные пойдут fe7 или fg7, то белые могут сыграть bc5. Теперь на ход ef6. Белые играют ef4. Надо размениваться. Белые играют fg7. Надо играть dc3. Белые ставят дамку. Черные отходят. Белые размениваются. Ну и, возможно, следующее продолжение. Черные жертвуют, ставят дамку. Ну и здесь, конечно, черные достигают ничей. Но первые ничья значительно проще. В партии же Андрей Валюк сыграл b5 вместо fe5. Ну и здесь черные практически форсированно получают выигранную позицию. Дмитрий сыграл bc5. Белым надо размениваться. Черные играют fg7. Белым надо играть gh4. И после хода gh6 выясняется, что единственный ход у белых остается только cb2. Его и делает Андрей Валюк. В этой позиции Дмитрий сыграл ef6. И после нападения долго думал, черные могут провести комбинацию. Но, к сожалению, Дмитрий не нашел здесь выигрыш. А он есть. Выигрыш красивый. И, скорее всего, так скажем, поверил Андрею Валюку. Подумал, что здесь комбинация ничейная. И сыграл fe5. То есть после fe5 и разменов позиция становится абсолютно равной. Белые здесь сыграли bc3. Черные hg5. Белые d e3. Черные напали. Белые разменялись назад. Черные игра dc7. Белые играют fe3. Тут уже черным следует быть осторожными. То есть Дмитрий пошел ab6. А вот ход, допустим, gh4 уже после ef2 ведет к единственной ничьей за черных. То есть надо размениваться. Белые играют ed4. И спасают только ab6. И на нападение надо делать прицелку hg3. Белые бьют. Черные нападают. И партия заканчивается ничьей. То есть в этой позиции Дмитрий сделал лучший ход ab6. Белые играют ed4. Черные играют gf4. Теперь белые нападают. Черные закрываются. И белые играют ed2. Черные играют fg3. И белые играют dc3. Ну и здесь произошло непоправимое. Андрей Валюк красиво ошибся. Вот это поворот. На самом деле, друзья, в этой позиции еще была ничья. Белые отдают шашку. И вместо того, чтобы бить на c7, потому что в этом продолжении черные побеждают, они отдают одну шашку и забирают три. С легким выигрышем. На самом деле, в этой позиции, конечно, еще есть ничья. За белых. То есть, надо было отдать шашку и побить на f6. Теперь, как бы черные не били, у белых ничья в кармане. Ну, допустим, побили на 1. Белые бьют. И черные вынуждены бить шашку белых с ничьей. Кроме того, интересное такое замечание написал гроссмейстер Дмитрий Цинман в чате Владимира Скрабова. Он признался, что после партии подошел к Андрею Валюку и попросил извинения за то, что так не сдержанно праздновал победу. На самом деле, Дмитрий обычно очень такой спокойный человек. То есть, подошел, извинился. А теперь, друзья, рассмотрим комбинацию, которая могла принести Дмитрию победу. Ну, он, конечно, победил, но, так скажем, больше случайно. То есть, вместо хода fe5 в этой позиции надо было проводить комбинацию. Надо было играть fg5. Белые вынуждены бить сюда. И после ab6 черные бьют на g3. Белые бьют. И черные бьют на d6. Эта позиция выиграна за черных. В чем выиграно красиво. Если белые играют d3, ну, просто нападаем. Надо отходить. И черные теперь играют dc5. Ставят дамку. Ну, и белым просто некуда разумно пойти. Если же белые в этой позиции играют вместо хода dc3, то тут более серьезное сопротивление. Черным надо жертвовать. Черные нападают. Надо отходить. Черные снова нападают. Надо жертвовать шашку. И белые устремляются в дамки. Вроде бы, кажется, позиция ничейная. То есть, у белых сейчас дамка будет равное количество боевых единиц. Но, на самом деле, белые тут проигрывают. То есть, обратите внимание, дамку ставить нельзя. В эту сторону мы ловим дамку. А в эту сторону нельзя, потому что d5. Черные пойдут и белые проиграют. Ну, если отдавать, то черные выиграют. А ход cb4 проигрывают красиво. Неожиданным маневром. Попробуйте найти выигрыш за черных. Не расстраивайтесь, если у вас ничего не получится. Выигрыш довольно-таки интересный. Черные неожиданно жертвуют. Затем жертвуют вторую шашку. Пропускают белых дамки. И ловят дамку. Теперь бьют на h8. Ну, и после аb4 черные бьют. И черные легко побеждают. Ну, то же самое. Та же самая комбинация идет на ход аb4. То есть, белые вынуждены жертвовать шашку. Черные бьют. Ну, и теперь белые ставят дамку. Лучше всего поставить на f8. Черные закрываются. И, друзья, что получается? Если белые... Допустим, ну, сюда тоже нельзя ловиться дамка. Надо играть на g7. Черные играют на g3. Если белые будут просто ходить по большой дороге, то черные проведут эту шашку в дамке. Затем построятся вот таким образом. Ну, и легко выиграют. То есть, в этой позиции белые вынуждены играть на c3. Черные уходят на h2. Белые играют на e1. И черные играют ef6, не давая нападения. Ну, и здесь черные должны легко победить. То есть, а если бы белые просто бегали, допустим, завели бы свои шашки на фланг, черные бы поставили дамку, затем увели бы вот эту дамку таким образом, потом вот так построились, и они вытесняли белых с большой дороги. То есть, если здесь белые находятся, черные ловят дамку таким образом, а если дамка где-то здесь находится, ну, просто ловится. То есть, выигрыш был довольно-таки красивый и интересный. Вторая партия между Дмитрием Цинманом и Андреем Валюком проходила в маневренной борьбе. То есть, последовало такое же продолжение, но здесь Андреем Валюк сыграл fe7. Дмитрий играет bc3, и черные размениваются назад. То есть, хотят либо окружать позицию белых, либо занять центр. Дмитрий здесь сыграл ab4, и Андрей играет aj7. Дмитрий играет ab2, то есть, готовится занять пункт c5, и Андрей не позволяет ему это делать, играет e d6. Но белые все равно размениваются. Теперь черные играют bc5, белые играют bc3. Черные играют ef6. Ну, нападать как-то не смотрится, поэтому Дмитрий предпочитает переводить свои шашки на правый фланг, чтобы они стояли более равномерно. Так, в этой позиции Андрей Валюк разменялся. И Дмитрий сыграл fg3. Далее последовало ab6, gs4, b5, de3. Здесь Андрей напал, и белые разменялись назад. Далее в партии последовало de7, и белые нападают. Здесь Андрей сыграл fg7, ну, и партия довольно-таки быстро заканчивается. dc3 cb6, cb2 gf6, ba3, dc5. Белые напали, черные закрылись. Белым надо размениваться. Ну, и после нападения соперники заключили ничью. То есть во второй партии Дмитрий Цинман уверенно защитил свою позицию. Некоторые инициативы обладали черные, но белые смогли все-таки достичь ничьей. Ну, и напоследок интересную партию покажу с чемпионата Пермского края. Белыми играл мастер спорта Леонид Рассада, черными играл я. В этой позиции Леонид также сыграл fe5, но в этой позиции я предпочел побить в эту сторону. То есть уже отошли от теории. Теперь, если белые будут бить сюда, то черные побьют так и будут обладать некоторым преимуществом в этой позиции. Поэтому белым лучше всего бить на e5 и я побил на f4. Здесь, в принципе, можно побить и на e5, но Леонид предпочел разменять шашку h6 и g3. Далее, последовав позиции, то есть получилась уже новая позиция, не такая, какие мы рассматривали. Далее, примерный порядок ходов, я точно не помню, но все свелось с следующей позиции. fe7 bc3, gh6 ab4, hg7 ab2, ну и здесь я сыграл b5. В этой позиции Леонид сыграл fe3. В принципе, у него было хорошее продолжение bc5, ну и, допустим, после размена назад позиция белых нисколько не хуже. То есть хорошее продолжение было bc5, но Леонид сыграл fe3 и здесь белые начинают испытывать трудности. Далее, последовав ab6, ed4, здесь я разменялся назад. Белым надо нападать на шашку черных, я здесь закрылся, и получилась критическая позиция. В этой позиции ход ef2 еще ввел к ничьей, а вот ход b3 уже проигрывает. То есть Леонид здесь сыграл b3. Ну давайте рассмотрим, как белые могли достичь ничьей. После ef2 черные нападают, белым надо закрываться. dc7 cb2, черные снова нападают, надо размениваться, и черные меняются. Здесь еще есть ничья за белых. То есть такие какие-то ходы, да, после dc5 ведут к поражению, но с помощью жертвы и нападения белые могут достичь ничьей. То есть в этой позиции черные играют bc5, заходят в люпки, надо отдавать шашку, и играют hg7. Теперь черные лучше всего играют ab4, белые нападают, надо отходить, и теперь белые занимают большую дорогу. Ну, если просто напасть, черные даже отдадут эту шашку, белые отдадут эту шашку, черным никогда не выиграть. Поэтому надо занимать большую дорогу, белые также занимают большую дорогу, и черным надо закрываться. Теперь белые играют hg7, черные ab6, белые играют dc3, то есть на постановку дамки мы играем g6. Теперь на bc5 мы нападаем, если bc5 играют черные, то просто играем gf8, gf8, ну и ничья становится неизбежной. Надо ставить дамку, белые разменивают, одну из дамок, и эта позиция ничейная. То есть в этой позиции еще была ничья за белых после хода ef2. Ход b3 уже проигрывает. Черные сыграли ef6, то есть грозят подорвать пункт e5, надо закрываться, cb2, и черные играют fe7. В этой позиции леонид разменялся, вернее, хотел разменяться, но черные неожиданным ударом по затылку выигрывают. То есть черные бьют в эту сторону, и после того, как бьют белые, они играют cb6. аb4, и выигрывают шашку. То есть шашка, видите, лишняя. Какие еще ходы были в этой позиции? Был еще ход ef2, но он также проигрывает. Черные играют fg5, ну и здесь есть два хода, либо fe3, либо de3. Если de3, то черные нападают, белым надо закрываться, и черные проводят вот такую комбинацию. с легким выигрышем. Если же белые играют не de3, а fe3, то снова нападаем, надо закрываться, и черные проводят уже вот такой удар. Ставят дамку, ну и после того, как белые отойдут, можно пойти либо на d4, либо вообще на e3. Но выбор играющего черными. Друзья, если вам понравилось данное видео, то, пожалуйста, поставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, можете поделиться этим видео в соцсетях, пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, отвечу на все вопросы. До свидания.